Дуся, Дуся! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 17 января 2021 года и мы на семейном совете приняли решение оставить Аурелию жить питомнике для дальнейшего разведения, так как после последних родов нашей умочки через кесарево сечение нас врач предупредил. Либо она больше вообще не сможет забеременеть, либо если она забеременеет, она сможет родить только исключительно через кесарево сечение и поэтому мы теряем, скажем, половозрелую девочку. Те девочки, которые, скажем, мы сейчас планируем оставить в питомнике, они еще малышки и смогут рожать не раньше, чем через, получается, два года, потому что они должны подрасти до половозрелого возраста. Оставляя себе для разведения девочек, мы никогда не знаем, как они будут рожать. Если, например, произойдет такая ситуация, как с ума, то даже после первой вязки молодую девочку, например, мы можем как производителя потерять, в том плане, что после кесарева 80% девочек остаются не то чтобы бесплодными, они просто не могут забеременеть. Вот в чем проблема. То есть потенциально, имея даже в наличии девочек, никогда не знаешь, будут ли по факту у нас щеночки. Так как у нас Юлечка, Викуся уже такие девицы возрастные, можно сказать, что если у них и будут детки, то это будет последний раз, скажем так, половозрелых девочек, способных рожать или тем более проверенных в родах, у нас мало, прямо скажем. А тем более у нас появился новый мальчик. И сейчас активно начинаем вязать пряню. Нам нужны не просто девочки для разведения, а подходящие по генам нашим мальчикам. А это говорит не только о, скажем так, предках, но и вот цветовые наши решения. Когда мы цветных, с цветными генами девочек вяжем, с мальчиками, скажем, закрепленные цветные линии дают нам более гарантированные варианты окрасов. Многие спрашивают, какие щеночки по окрасам могут быть. Ну вот, скажем, мама нашей Аурелии тоже бело-шоколадная. Шоколад, обратите внимание, горький. При искусственном освещении он смотрится черным. Это называется вот горький шоколад, темно-темно-шоколад. Папа голубой, а бабушка шоколад. То есть вот при наложении, например, на Аурелию нашего прянички мы можем получить более гарантированные какие-то окрасы, которые, скажем так, при яске двух этих собак с закрепленными генами могут быть почти там с вероятностью там 80 процентов. Значит, девочка подросла до хорошего размера. Девочка идеально сложена. Мама рожает легко, так же, как и ее бабушка. Саморожающая линия, которая у нас в питомнике давно уже ведется. Мы себе специально оставляем девочек для разведения, зная о том, что их предки, бабушки, мамы рожали хорошо. Это не гарантия, как вы видите, по Умочке. Умочка это тоже собака нашего питомника. Это не гарантирует нам, что все-таки она будет в последующем рожать легко самостоятельно, но хотя бы какие-то шансы, хотя бы какие-то надежды, какие-то проценты. По размеру вы видите, что у Релия, она еще оформится. Сейчас она, конечно, маленький щенок, у нее не было даже первой течки. Но она весит свои 2,5 килограмма, оформится из подростка, заматереет, конечно, она не останется такой долговязенькой девчонкой. Зато зубки уже после смены 6 на 6, зато ей уже 7,5 месяцев скоро будет 8. Это у нас по факту готовая собака, которая еще несколько месяцев подрасти, оформится, и можно начинать использовать ее в племенном разведении под определенного кобеля в нашем питомнике. То есть здесь уже все понятно. Здесь не кот в мешке. Вот мы сейчас планируем оставить от Умочки, от Юльки себе девчонок. Но я уже говорила, что если в процессе роста и развития мы поймем, что эти девочки не будут разрастаться того веса и размера, который нам нужен для разведения, нам придется пустить их в продажу. Такое часто бывает. Мы себя оставляем по весу. Мы надеемся, что подрастет собачка и достигнет определенного веса и размера, который позволит ее использовать в разведении. И промахиваемся у нас. Ну, хороший пример наш векон, который если бы был, например, девочкой такого крепыша, как он родился и рос, и он вообще мой любимец веконтик по характеру, я бы его, конечно, оставила себе. Но вдруг он перестал расти и не вырос он. И вот если бы он был девочкой, то пришлось бы продавать из-за того, что размер не получился. Очень важный аргумент – это уже сложившийся характер. Когда меня спрашивают покупатели про щеночков, а какой характер у этого щенка? Ну, это несерьезно ответить. Собака растет, собака меняется по характеру, меняется по поведению. Аурелия выросла с нами со щенка. Аурелия выросла в деревне, где мы остаемся жить. Аурелия привыкла гулять. Аурелия выросла на воздухе. Она бегает, она прыгает, она обожает прогулки. То есть она вся в мышцах. Это идеальная собака с крепким здоровьем, с крепким иммунитетом и с изумительно замечательным неконфликтным характером. К возрасту, скажем так, 8 месяцев уже вот можно сказать сложившийся, скажем так, характер. Мы уже можем сказать, какой у нее характер. Характер неконфликтный, а для питомника это, ну, наверное, 99 из 100 процентов, чтобы все собачки были неконфликтные. Потому что драки в питомнике – это не драки на улице, где вы встретили случайно какого-то песика, не подружились и разошлись в разные стороны. Нам придется жить в одном доме. Для нас характер, чтобы уживаемость между собой у собак была стопроцентная. Мне сейчас обалденно нравится наш Цериус, но он уже становится взрослым и начинает конфликтовать с лидером, с альфа-самцом нашего питомника, с Борисом. Естественно, вот с такими, как говорится, звоночками, это уже говорит о том, что чуть-чуть еще он старше станет, и это будут драки без конца. Каждые 5 минут они будут доказывать, кто в семье главный. А Урелия такого не делает, потому что даже девочки есть с такими характерами. Вот, например, Дусечка. Она до сих пор всем доказывает, что она самая любимая, самое главное. И зачастую вы видите ее на видео с рваными ушами. Ну, вот именно поэтому мы, посидев и подумав, приняли такое решение, раз у нас несколько собачек по возрасту просто уже выходят по возрасту из племенного разведения. Вот Умочка, может быть, просто больше не сможет забеременеть. Не факт, что еще будет рожать. Половозрелых девочек остается мало. Молодежь еще никак себя не проявила. Может быть, не удастся оставить даже тех, которых мы сейчас запланировали оставить, если они не разрастутся до нормальных размеров. С Урелия все уже понятно и ясно. Вес, размер, экстерьер полностью 6х6 после смены зубов, ножницеобразный прикус, закрытый родник с одного месяца, окрас, закрепленный шоколад, голубой лиловый носитель. Ну, то, что надо нам для разведения. Поэтому на этом, дорогие друзья, прощаюсь. Урелия снята с продажи. 6 щенков-кобелей ждут папа-мам. 6 щенков-кобелей ждут папа-мам.